Не успели белорусы глазом моргнуть, как закончились тёплые летние дни. Им на смену пришли холодные осенние будни. И если жителями многоэтажек всё понятно, тепло придёт к ним по расписанию, то владельцам печей и котлов нужно заранее подумать об обогреве домов. Лесхозы страны сформировали необходимый запас. На складах миллион кубических метров древесины при потребности в 600 тысяч. Топливо населению реализуют также организации ЖКХ, частные фирмы и гортопы. Дрова мы получаем от нескольких лесхозов. Это Бобруйский лесхоз, Быховский, Кличевский, Глузский, Осиповичский лесхоз. Дрова поступают смешанные. Это и берёза, и сосна, и ель, и ольха. Граб бывает, дуб иногда приходит. Население само приходит, выбирает, и мы привозим то, что они хотят. Стоимость кубометра дров – 9 рублей 53 копейки. Каждый день в Бобруйский город Озбыт привозят и торфабрикет для водяного и парового отопления. За тонну нужно будет заплатить чуть больше 29. Помимо самого города, здесь обслуживают ещё наш район, плюс Глузский и Осиповичский. Предприятие может распилить и наколоть брёвна. Продают как четырёхметровые, так и двухметровые. При необходимости готовы доставить дрова прямо к дому. Запастись дровами – не единственный залог уютной зимы. Ещё перед наступлением холодов каждый хозяин обязан подготовить оборудование. Сам процесс обогрева дома ни в коем случае нельзя доверять детям. Оставлять огонь без присмотра – тоже в списке запретов. Не сушите и не складируйте на печке одежду или другие вещи, иначе беды не избежать. Нужно сделать достаточно простые вещи. Это прочистить дымоходы, а также помнить, что дымоход в области чердачного помещения должен быть оштукатуренный по бельон. Также замазать трещины и прибить стационарно-притопочный лист из негорючего материала. По статистике, каждый третий вызов спасателей из-за неправильного использования отопительного оборудования. Пожары в частном секторе особенно опасны. Постройки расположены близко друг к другу. Срабатывает эффект домино. Огонь охватывает одно здание за другим. Хотя такое и происходит крайне редко. Подразделения прибывают на место ЧП незамедлительно. Готовить сани, как и печи, лучше уже сейчас.